Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Общий объем инвестиций составит 654 миллиона рублей На первом этапе построена растительная система для обеспечения влагопосевов сахарной свеклы мощностью 377 гектаров Мелиорация позволит расширить посевные площади плодовых, ягодных культур, овощей и бахчевых для обеспечения продовольственной безопасности и качества жизни и питания нашего населения Кроме того, это позволит расчистить земли, осушить там, где это необходимо Кроме того, мелиорация позволяет создавать новые рабочие места, то есть интенсификация сельскохозяйственного производства возрастает Вовлеченность местного населения тоже увеличивается На сегодня в Башкортостане порядка 186 растительных систем, они охватывают почти 40 тысяч гектаров При этом степень износа инфраструктуры достигает 90%, так как большинство из них были построены еще в советские времена В планах Минсельхоза Республики к 2030 году искусственно орошаемую площадь довести минимум до 100 тысяч гектаров В Башкортостане в перечень приоритетных проектов включили две инициативы компании ВИЦАН и Кубометр Одна из них выпускает продукцию для реабилитации инвалидов, вторая планирует создавать вибропрессованные изделия из бетона Ранее инвестиционный комитет Башкортостана одобрил предоставление земельного участка для Кубометра из города Октябрьский Его площадь составляет почти 2 гектара. Предполагается, что строительство завода начнется в следующем году Запуск планируется в 2025-м Капитал вложения в создание производства составит порядка 300 миллионов рублей В эту сумму входит участие в лизинговых программах по приобретению оборудования Общий объем затрат на эти цели 200 миллионов рублей Кроме того, потребуется средство на подключение к инженерным и коммунальным сетям Руководители проекта отмечают, что продукция будет пользоваться высоким спросом в республике У нас вибропрессованная брусчатка Там за счет высокочастотной вибрации он уплотняется Марочный забетон получается порядка 350 марки На сегодняшний день спрос очень большой Потому что все люди для своих индивидуальных домов брусчатку стелят И городские парки, общественные территории, везде используются данный вид продукции Ведь сам будет выпускать комплекс реабилитации Роботек Лаб Объем инвестиций порядка 56 миллионов рублей с созданием 19 рабочих мест Запустить производство компания планирует уже в 2025 году в Уфе В продолжение темы инвестор из соседнего региона получил в Башкортостане 48 гектаров Часть из них без торгов Землю в Серлибашевском районе предоставили для реализации первого этапа проекта Агрокомплекс «Башкирская ягода» Компания планирует высадку облепиховой плантации сверхинтенсивного типа До 2033 года инвестор планирует освоить территорию в 1000 гектаров для выращивания облепихи, жимолости и смородины Также проект предусматривает строительство тепличного комплекса для садовой земляники Создание 600 рабочих мест На первом этапе екатеринбуржская компания «Башкирская ягода» вложит не менее 130 миллионов рублей Деньги пойдут на покупку саженцев и сельскохозяйственной техники Собранные урожаи будут перерабатывать и фасовать на территории республики Инвестор уже приобрел двухэтажное офисное помещение и цех со складом в селе Стерлибашево Сегодня там полным ходом идет ремонт, подключение к сетям и коммуникациям На этой базе будет выпускаться три вида продукции Облепиховое масло, морс и свежая ягода Брендированная упаковка увеличит добавленную стоимость продукции И, соответственно, налоговое отчисление в региональный бюджет Строители приступили к внутренней отделке помещений IQ-парка Работы ведутся в круглосуточном режиме Всего в них задействовано более 550 человек Реконструкцию первой очереди Межвузовского студенческого кампуса в Уфе Проинспектировала правительственная делегация Площадку перед 15-этажным зданием покрыли двухцветной брусчаткой Продолжается оформление входной группы Часть колонн крыльца украсит металлическим декором Со словами приветствия на разных языках Интерьер будет функциональным, удобным для студентов, ученых и предпринимателей Особое внимание уделено зоне ресепшена, холу, переходам и лифтам Которые уже подключены для эксплуатации Через две недели строители должны передать помещение университетам участникам проекта А кампус сдадут до 1 января 2024 года, сообщил Ради Хабира в соцсетях Съемку глава республики вел с 12 этажа башни Айкио-парка Просто хочу показать масштабные стройки последующие Это будет вторая очередь Показываю, где мы снесли с одной из зданий Дальше стройка, очень много работ, перекладка сетей Для понимания строительных агератур Вот здесь вот площадка, где стояла раньше четвертая университета Мы его тоже снесли в объективную площадку Там будет пеномный центр Это одна из самых, наверное, больших строй в нашей республике Вторая очередь кампуса, которая примыкает к первой Это строительство порядка 150 тысяч квадратных метров Основными бенефициарами межвузовского кампуса являются три вуза Уфимский университет науки и технологии, медицинский и нефтяной На одной площадке объединят центры компетенции в таких сферах, как медицина, IT-технологии, биоинженерия и кинетика У меня на этом все, оставайтесь на РБК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова